Здравствуйте, новости на канале НТС в студии Джолдош Исаков. Сформирован совет по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте. Садар Джапаров подписал указ о его образовании. Специальная рабочая группа проведет анализ применения кодексов, законов о пробации, об амнистии, о медиации, о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве. Далее совету необходимо будет подготовить и внести на рассмотрение проекты и стратегии по совершенствованию нормативно-правовых актов, которыми регулируются суды и силовые структуры. Совет, как отмечено в указе, главы государства предполагается как совещательный и консультативный орган. Его задача – подготовка предложений, которые поспособствуют обеспечению согласованных действий всех государственных органов по данным направлениям. Мерлан Бакиров и Марат Аманкулов больше не депутаты. Центризмирком сегодня досрочно прекратил их полномочия как народных избранников и забрал мандаты. На заседании ни Аманкулов, ни Бакиров не принимали участие, не пришли их представители. Тем не менее, как отметили члены ЦИК, заявления по собственному желанию в отказе от депутатства поступили заранее и сегодня, согласно установленным срокам, их рассмотрели. Какие причины представили теперь уже бывшие депутаты, члены ЦИК тоже не сообщили. Впрочем, касательно Мерлана Бакирова, это связано с переходом на государственную службу. Его назначили главой фонда по управлению государственным имуществом. На октябрьских выборах в парламент он, отметим, возглавил парцию Микиным-Горгызстан, обвиненную в массовом подкупе. Ну а Марат Аманкулов сегодня находится под следствием и, как стало известно, уже частично выплатил государству 50 миллионов сомов. Напомним, Марат Аманкулов обвиняют в незаконном обогащении и следствие установило, что он нажил имущество на полтора миллиарда сомов в период его депутатской деятельности. До того, как прийти в шестой созыв Джигуркукинеша, он возглавлял бишкекский Гуркинеш. По данным ГКНБ, в собственности у Аманкулова недвижимость, стоимость которого многократно превышает его официальные доходы. Это 14 земельных участков, расположенных в Бишкеке и Сыкульской области, коттеджи, квартиры и офисы. Вакцину от коронавируса за три дня компанией получили 304 человека. В Минздраве сообщили, что за вчерашний день уколы с препаратом Синофарм получили 112 граждан. В Бишкеке, напомним, работают четыре пункта, в Чуйской области – Аше – по два. Охватить партии китайской вакцины планируется 75 тысяч человек, в числе которых медики, учителя, пограничники, милиционеры и прочие силовики. Статистика по COVID-19 с каждым днем меняется в сторону увеличения. За последние сутки, сообщает Минздраве, 164 новых пациента. Столица в лидерах по заражениям 97 новых больных приходится на нее. В Чуйской области 51 новый пациент. Прирост есть на Иссыкуле, на дому в удовлетворительном состоянии сейчас находится почти 700 человек, 500 в больницах. Из них 24 человека в крайне тяжелом состоянии, 100 в тяжелом. От последствий ковид скончался один гражданин. В итоге на сегодня число умерших за период пандемии в Кыргызстане достигло полутора тысяч. Новых ограничений в Бишкеке пока не ввели, но мэрия подчеркнула, что с сегодняшнего дня режим соблюдения санитарных правил должен быть еще более ответственным. Школьники начали четвертую четверть. Сегодня первый день учебы после каникул, а значит количество пассажиров в общественном транспорте увеличится за счет самих детей и сопровождающих их родителей. Каждый день в стране и преимущественно в столице идет рост инфицируемых. Городские медики ведут наблюдение не только за заразившимися коронавирусом, но и контактными с ними лицами. Для своевременного реагирования на очаги заражения созданы 11 мобильных бригад по Бишкеку. Для оперативной консультации граждан работает горячая линия 118. Всем организациям, напомнили специалисты, следует проводить ежедневный скрининг сотрудников на симптомы COVID-19. По состоянию на 1 апреля находятся под наблюдением 1239 человек, из них 370 человек с положительным результатом ПЦР-исследований. В городе Бишкек зарегистрировано на сегодняшний день 147 домашних очагов с лабораторно подтвержденной инфекцией и 15 семейных очагов клинико-эпидемиологическим проявлением коронавирусной инфекции. Для организации наблюдения для состояния здоровья граждан, находящихся на домашнем карантине, в городе были созданы мобильные бригады. На сегодняшний день функционирует 11 мобильных бригад. В настоящее время в городе Бишкек для лечения больных с COVID-19 и пневмонией функционируют 3 стационара на 435 коем. По состоянию на 1 апреля 2021 года на лечении стационаров находятся 264 больных. При появлении симптомов УРВИ, при появлении желаемого, уважаемых горожане, вы можете звонить на колл-центр 118. Наши операторы будут принимать ваши звонки. В случае необходимости к вам будет приезжать бригада для отбора ОФЦР-анализа или для дачи дальнейших консультаций. Ни моратории, ни возмущение жителей, ничто, похоже, не мешает чиновникам продолжать передавать и присваивать земли города. Именно за выделение дорогостоящих участков столицы задержаны экс-вице-мар Бишкека и начальник отделения управления ГКНБ одного из районов столицы, сообщают в Генеральной прокуратуре. В столичной территории, как сообщает надзорный орган, они передавали незаконно и за определенное вознаграждение. Таким образом, обоих задержанных обвиняют в незаконном обогащении и коррупции. Следствием занимается военная прокуратура, так как в преступлении замешан представитель специальных служб. Оба подозреваемых водворены на гаупфахту Бишкекского гарнизона. Согласно официальной информации, бывший вице-мэр и начальник районного отделения ГКНБ в сговоре с отдельными должностными лицами оказывали давление на других сотрудников подразделений мэрии, заставляя их оформлять земельные участки на аффилированных с ними лиц. Под инициалами задержанных предполагается бывший заместитель городоначальника Азизбек Алымкулов, который на этой должности проработал около двух лет. С должности снят глава государственного предприятия «Крыговские железные дороги» Василий Дашков. Причины его увольнения в Министерстве транспорта не уточнили. Но известно, что распоряжение о его увольнении подписал премьер-министр Лугбек Марипов. Дашков проработал на этом посту ровно год. При этом на этот период против него устраивали митинги сами железнодорожники и гражданские активисты. Они требовали отставки Дашкова, держа в руках плакаты с заявлениями о том, что железные дороги – не его частная лавочка. Железнодорожники отмечали, что предприятия устаревшие вагоны, ремонт ЖД колеи ведется плохо и вскоре нашим поездам запретят въезд на территории других стран. По ситуации на предприятии на фоне жалоб и пикетов журналисты провели расследование. Болотимиров и Али Токтакунов сообщали, что проанализировав элементарные закупы компании, установили, что тендеры выигрывали фирмы, аффилированные с руководящими лицами Кыргыз-Темирджулу. Отметим, в самом госпредприятии опровергли информацию об отставке Василия Дашкова. По словам пресс-секретаря ведомства Кассия Тенелиева, приказ об этом еще не поступал, поэтому Дашков до сих пор исполняет обязанности, возложенные на него ранее. Госпредприятие наше Кыргыз-Темирджулу не получало приказа, распоряжения не было, поэтому предприятие работает в штатном режиме, под руководством Дашкова Василия Анатольевича, все двигается как надо. Как будет новость, так сообщим. Тренироваться сегодня, чтобы при возникновении опасности быть готовыми отразить атаку и знать, какие действия предпринимать для стабилизации ситуации. В Баткенской области начался первый этап совместных командно-штабных и мобилизационных учений Коупс-Сдух-2021. В Министерстве обороны рассказали, что они призваны подготовить военнослужащих, дать отпор врагу, если вдруг возникнет внешняя угроза. По словам главы оборонных силы республики Талайбека Умуралиева, в современном мире основными вызовами и угрозами являются международный терроризм и экстремизм. Однако не исключены и другие конфликты, которые могут повлечь за собой ведение военного положения в том или ином регионе. Кроме того, к учениям привлечены также региональные управления госорганов и органы местного самоуправления. В рамках этих учений их также подготовят к выполнению задач в условиях ведения военного и чрезвычайного положения в рамках их компетенции. Учения, как сообщается, будут проходить не только на территории Баткенской, но и Ожской и Джалабадской областей до 3 апреля. К участию в них привлекли свыше 2000 человек, около сотни единиц автомобильной, бронетанковой и специальной техники. Порядка 20 артиллерийских систем и 10 вертолетов. Неустойчивая дождливо-сняжная погода также стала причиной оползней. В Аксейском районе накануне в селе Джизумджан откололась часть горы. Земляная масса стала сходить на небольшое поселение у его подножия. В МЧС сообщили, что образовались трещины, что вызвало угрозу девяти домам. Специалисты проанализировали скорость движения оползня и его объемы, после чего пришли к решению об эвакуации жителей в безопасное место. Снежная поруга, обрушившаяся в последние сутки на республику, также вызвала ЧП сразу в нескольких сферах. На стратегической трассе Бешкекош на участках перевалов замело проезжую часть и местами сошли лавины. Дорожники по возможности расчищают проезды, однако предупреждают, что к ночи ехать станет опасно из-за понижения температуры. Ожидается гололед, что чревато авариями и заторами. Уже действует временное ограничение для проезда большегрузных машин. По информации МЧС с 19.30 запрещен проезд фур через пост Сосновка Джейльского района и пост Орал Туктогульского района. Обильные осадки повлекли за собой также аварии на линиях электропередач. Перебои с электричеством произошли в столице, Чуйской и Таласской областях. Поломки на трансформаторах и подстанциях устраняют 105 оперативно-выездных бригад Северэлектро. Службы перешли на усиленный режим работы. Еще одну парцию продуктов первой значимости закупит Кабмин для стабилизации цен на рынках и протбезопасности. Минфин выделил дополнительные 318 миллионов сомов. На них также приобретут сахар и растительное масло. Отмечается, что в бюджете Фонда государственных материальных резервов было предусмотрено 220 миллионов на протпрограмму. Однако для интервенции и стабилизации цен на социально значимые продукты предоставят дополнительную сумму. Ранее, напомним, Кабмин сообщил, что заключил контракты в Россию на закупку 500 тонн растительного масла и 3000 тонн сахара. Поступить эти объемы должны как раз в начале этого месяца. Отметим, что за прошлый год в среднем цены на продукты в республике выросли на 17%. Больше, чем в любой другой стране Евразийского экономического союза. Дефицита нет, однако для сдерживания подорожания Кабмин ввел запрет на экспорт масла и сахара. Кроме закупок у российских производителей, Россия в ближайшие дни передаст продовольственную помощь в виде 474 тонн пшеничной муки. Ее раздадут 1800 малоимущим семьям и 78 тысячам школьникам в регионах Кыргызстана. Шедевры изобразительного искусства музея Гопарайтиева и дорогостоящие экспонаты исторического уже сегодня могли остаться без соответствующих условий хранения. Оба объекта электрики пообещали отключить от энергоснабжения за долги. Граждане возмутились, почему правительство не выделило деньги за комуслуги и выразили опасения, что уникальные предметы искусства могут испортиться, так как хранение их обусловлено поддержанием определенной температуры, влажности или напротив сухости вентилирования. Отключится и система охраны, сигнализация и видеонаблюдение. Первым на эти возмущения отреагировал Минфин, который отчитался, что все предусмотренные на эти нужды деньги уже перечислил в Министерство культуры. Следом вопрос взял на контроль Кабмин. Уже сегодня стало известно, что подачу электроэнергии музеям не прекратят. Проблема с задолженностью будет решена. Маршрутчики снова идут на шантаж. Накануне стало известно, что перевозчики пригрозили не выйти на линии, если на этот раз не пересмотрят размеры штрафов по проекту «Безопасный город». По словам водителей маршруток, они постоянно попадают в ситуации, при которых камера фиксирует их нарушения. При этом, по мнению маршрутчиков, происходит это не по их вине. Они вынуждены совершать запрещенные маневры, так как загруженность дорог слишком большая и условий выполнять ПДД нет из-за инфраструктуры. В итоге, что зарабатывают, тратят на топливо, ремонт и штрафы. В мэрии такие ультиматумы не принимают и заявляют, что таким образом вопрос решать нельзя, призывая не срывать работу, так как граждане не должны страдать. По этому поводу, также прави собрания в муниципалитете с представителями компаний-перевозчиков, потребовав от них не устраивать саботаж. По информации муниципалитета, за период работы проекта «Безопасный город» в местах установки камер аварии снизились на 18,5%. Ну что ж, на этом пока все. Развитие событий вы узнаете из наших вечерних выпусков. Уверимся! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...